всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале огромное спасибо что заглянули у нас как вы понимаете очередной мукбанг здесь у нас доу ха кстати рецепт у нас есть на нашем кулинарном канале который называется i cook также обязательно оставлю рецепт на хинкал очень очень вкусно особенно с кефирчиком получается супер здесь у нас болгарский перец вот такие небольшие абрикосы мама нас очень любит абрикосы и взяла огромную просто упаковки растишка я ее в детстве очень любила прям мой любимый йогурт был растишка и где-то наверное лет 10 хотя нет я один раз снимала для вас мукбанг и пробовала разные йогурты там стопудово был растишка приятного вам тоже аппетита если вы кушаете вместе со мной у холодный в общем не обращать внимание на мои губы дело в том что я делаю губы если вы видели предыдущий влог я сделала всего 05 и в основном на верхнюю губу давайте сверху сразу кефир вот так вот полностью пока что конечно присутствует отек но я думаю что губы будут меньше то есть еле заметно 05 это вообще очень мало если вы тоже собираетесь делать губы и боитесь что получится пельмени то есть 05 это самое то мама горит даже можно было еще больше сделать но когда я смотрю на свои старые видео где у меня очень большие губы я понимаю что это смотрится как-то не очень неестественно поэтому я за изменение во внешности если вам хочется делайте ну делайте в меру то есть все должно выглядеть максимально натурально если посмотрев на вас сразу можно определить что вы сделали губы значит губы вам сделали не так хорошо еще вот сюда ботекс в комментариях некоторые писали такая молодая уже ботекс тебе же рано когда мне будет около 40 уже появится на лбу заломы которые нужно будет заполнять филлером чтобы этого не происходило чтобы заломы не образовались я вовремя делаю ботекс тем более у меня лоб очень подвижный причем это не то что сейчас он такой стал он прям с детства такой вот это меня всегда жутко раздражало у меня пока что ботекс еще не схватился он где-то через пять дней показывает свой результат хотя уже залома нету слава богу возможно вам со стороны виднеем но мне кажется я как бы подхожу к этому вопросу без фанатизма например я хочу сделать виниры это прям моя давняя мечта я носила брекеты кто не знает три с половиной года и все равно я недовольна своими зубами особенно когда я снимаю на мою камеру canon в помещении где есть зеленые оттенки у меня зубы выглядят в ужасном состоянии но когда я буду делать зубы это не будет унитаз во рту как у гусей нагасанова хотя не знаю как у него сейчас но когда я видела раньше как бы следила за ним в инстаграме это был ужас какой-то я бы сделала цвет максимально естественное чтобы вообще не привлекать внимание конечно сейчас начнутся комментарии по типу того что зачем портить свои зубы и так далее ну блин живем один раз хочется нравиться себе всю жизнь у меня была мечта ровные здоровые красивые зубы сейчас у меня зубы ровный но есть вот малейшие погрешности которые мне не очень нравится я нашла одного стоматолога который изначально был зубным техником у него огромный опыт и он делает невероятно крутые работы вот в жизни вы не прикопаете что это венера то есть настолько естественно настолько красиво и и читала комментарии под прошлым видео и Рагима Гасанова пишет комментарии а как раньше без воды в деревне обходились я вам рассказывала о том что туда провели воду не то что провели дело в том что там вода была всегда но уровень воды он падает и поэтому та скважина которая была она перестала функционировать пришлось сделать намного глубже по-моему 52 метра копали то же самое и у соседей по-моему раньше у нас было 12 метров и уровень воды упал следовательно нужно обурить новую скважину это общая проблема в деревне там к сожалению нету центрального водоснабжения поэтому к сожалению приходится обходиться такими способами альтернативными абсолютно бесплатно провели газ а вот воду нужно как-то сами сами это был один короткий период когда там не было воды тогда соседи выручали я не знаю почему но именно в деревне такой знаете вайб хочется снимать хочется что-то делать творить я не знаю у меня такое вдохновение бывает именно там такой знаете прилив энергии там я вам прямо наснимаю контент снимать буду абсолютно все здесь в городе например я что-то снимаю потом думали наверное это неинтересно кто это будет смотреть еще был вопрос в комментариях касательно моего выпускного как прошел мой выпуск напомню я вам никогда об этом не рассказывал в общем хотела бы это тоже вам рассказать сейчас как раз тот момент когда у всех выпускные смотрят ли меня девчонки которые в этом году выпускаются пишите в комментариях будет очень интересно я поменяла школу когда я была в девятом классе мне было очень сложно адаптироваться потому что уже кто-то с кем-то дружил то есть уже поздно было начать как-то с кем-то общаться вот поэтому я как бы не особо влилась в класс так скажем особо не смогла ни с кем подружиться у меня была одна девчонка подружка в общем когда она не приходила мне было вообще не по себе потому что я не знала с кем общаться что говорить как себя вести мне сразу как-то было в классе не очень комфортно я думала со временем это чувство пройдет я как-то адаптируюсь но я так и не адаптировалась даже на выпускной я не хотела идти не хотела идти только по одной причине потому что моя подружка единственная девочка с которой я дружу в классе она решила не идти потому что что-то там дорого было ресторан и все такое я думал с кем я буду там сидеть что я буду делать я решила тоже не идти очень сильно на меня повлияла мама папа папа говорил что выпускной один раз в жизни как можно пропустить это событие и так далее вот ты не пойдешь а потом в соцсетях появятся фотографии тебе станет обидно что ты не пошла и вот до сих пор я за школы ни с кем не общаюсь сказать что были какие-то конфликтные ситуации нет просто изначально я с ними не нашла общий язык и вот самый последний момент я решила пойти быстренько пошла купила платье но я решила идти не одна а решила пойти вместе с мамочкой то есть мы заплатили как за два человека и пошли с мамой мама села с учителями за один стол сказать что вау я оторвалась мне безумно понравилось такого не было надо кстати поискать может найду не было голубое очень красивое платье и как назло на выпускном точно точно в этом же платье только в белом цвете была моя одноклассница но кстати вот эта одноклассница она была одна из самых дружелюбных так скажем то есть даже если никто с тобой не дружит не общается ей как-то плевать она будет с тобой разговаривать особо такого игнора не было просто знаете в этот момент в десятом классе объединили два класса то есть после девятого кто-то пошел учиться в техникум кто-то просто решили продолжать обучение наконец-то десертик у нас простижка и в общем на выпускном я была с мамой я как-то раньше всех и ушла и особо не могу сказать что мне прям безумно понравилось было так весело кто-то там плакал что мы заканчиваем школу как же мы будем скучать с этим временам и так далее ну как-то мне было параллельно и прошло время как бы ничего не поменялось ой что это такое интересно пазл наверно нужно собрать пазл и ты что-то получишь и как всегда одной детали наверно нет нигде обман как пахнет обожаю растяжку после выпускного все поехали встречать рассвет у нас так принято заказывают какую-то дачу с бассейном и до утра как бы все там обычно бассейн на берегу моря и так получилось что вот эти два класса которых объединили в 10 классе они не очень хорошо общались между собой это два было параллельных класса как я поняла и в общем они выпускной тоже хотели отдельно хотя два года уже учились вместе то есть 10 и 11 класс из-за того что в 9 классе очень много учеников ушло два класса объединили но несмотря на то что их объединили они как бы не общались между собой так хорошо Не любили друг друга, недолюбливали. И получается, что они не любят друг друга, я такая посередине вообще новенькая. И, в общем, когда встречали рассвет, они, по-моему, отдельно все это организовывали, не хотели вместе. Даже выпускной хотели отдельно. Но так как людей было мало, отдельный выпускной для одного класса, то есть два выпускных, не получалось. Во-первых, это обходилось очень дорого. Во-вторых, где будет классный руководитель, который один? Я, если честно, тонкости немного не помню. Я могу рассказывать немножко с погрешностями. Я вам рассказываю так, как я это помню. Насколько я помню, встречать рассвет ни туда, ни сюда меня не позвали. Насколько я помню. Вот так вот получилось. Но я как бы тоже особо не жалела. Я чувствовала себя как-то некомфортно, скованно. Не знала, что сказать и так далее. Поэтому, даже если бы я не пошла бы на мой выпускной, я думаю, я бы не сильно пожалела об этом. Так что, мне особо интересно было. Вот те люди, с которыми я училась в школе, они как-то не особо, если честно, состоялись в жизни. Такой, где, когда я их вижу. А вот с теми, с кем я училась в универе, там у всех жизни офигенно сложилось. Вот кого я вижу в социальных сетях. У всех супер дорогие машины. Одежда от Кутюр, брендовая. И живут очень хорошо. А вот с теми, с кем я училась в школе, как-то очень простенько все на самом деле живут. Вот. Два последних йогурта. Сейчас начнут писать, как много съела. Ребят, мы на мукбанке. Не забывайте, а. Я реально немножко раздражаюсь, когда мне так пишут. До сих пор люди удивляются, как она так много ест. Во-первых, это немного. Во-вторых, я съела все без хлеба. В-третьих, это мукбанк. Если я поставлю, не знаю, два яйца и сниму для вас мукбанк, все напишут, какой позорный стол. Если ты заполнишь стол и съешь где-то 10%, тебе напишут, а зачем тогда было это все? А если ты все равно ничего не съела, доедаешь до конца обжора. Вот что делать. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо вам. Ой. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Лайки и подписка. Обязательно.